Здарова, вояки! У микрофона Зуберг и пятый выпуск рубрики по вангуем. Как вы знаете, в подобных роликах я рассматриваю интересные и необычные машины, которые было бы интересно увидеть в ВВ. Но сегодняшний ролик будет не про мои хотелки, а про уже анонсированную для ввода тачулю. Абрамс М1 АГДС. Итак, сидели муриканцы в начале 2000-х, сидели, пырились на советские шилки да тунгуски и тоже себе захотели ПВО ближнего радиуса действия для прикрышки войск от вертолотов, беспилотников и прочей низколетящей шушеры. Да не простую захотели прикрышку, а шоб бронированную такую по самые яйца, шоб могла действовать в одном строю с ОБТшками. Сказано, сделано. Влили миллиард бабла и все население Китая. И родился такой знатный и интересный шушпанцер, как Абрамс М1 АГДС. Air Ground Defense System. То бишь, система защиты от воздушных и наземных целей на базе танка М1 Абрамс. Разработчики машины, компания WDH, взяли за основу Абрашу неспроста. Во-первых, это унификация и упрощение удешевления обслуживания и производства. Во-вторых, Абрамс это уже проверенное годное шасси. В-третьих, на борту стоит полутора тысячи сильный газотурбинник, а лоб корпуса и башни здорово прикрыты броней. Ну и последнее. АГДС очень похож на стандартного Абрашку, потому отличить первого от второго в реальном бою будет очень сложно, что позволит сохранить ценную боевую единицу. Ценную, потому что танчик был очень лихо напичкан боекомплектом, электроникой и системами автоматизации. В передней части башни взамен стандартной дрыны поселилась спарка двух 35-мм автопушек Бушмастер-3 с боепитанием от 4 барабанов, два барика по 500 фугасов с радиовзрывателями и два бибарана на 50 выстрелов бопсами для борьбы с легкобронированной техникой врага. Скорострельность пушек составляла 200-250 выстрелов в минуту на ствол. Но не в автопушках самые цимы с этой тачки, нет, ща мы с вами поговорим про самое интересное, про основную ударную силу как против танков, так и против воздушных целей, про универсальный ракетный комплекс АДАЦ, в состав которого входили РЛС кругового обзора, подъемный прицельный блок наведения и 12, 12 кумулятивно-осколочных ракет в двух подъемных блоках по 6 штук в каждом. Впечатлились? Впечатляетесь дальше. Ракета весит 50 кило, вес БЧ 13 кг, максимальная скорость полета 1000 метров в секунду, ядрить да с такой скоростью снаряды летают, а не ракеты. Также подмечу добротное бронепробитие в 900 миллиметров и мощнейший фугасный эффект. Такие характеристики боевой части позволяли ракете как сбивать воздушные юниты, так и бороться с тяжелобронированной техникой на земле. Осталось понять, каков танчик будет в Armored Warfare. По данным Майком, машина заедет на девятый левел и не будет премом. Также анонсированы две интересных особенности. Очень толстая кассета птуров, позволяющая разобрать любого противника за серию выстрелов, и высокая подвижность, которая сохранит вашу жопку в критических ситуациях. От себя добавлю, что автопухи будут иметь пробой порядка 180 миллиметров, минус 15 градусов УВНа, общую скоростейность в 400 выстрелов и отличный фугасный эффект. Так что ОБТ будут бомбить. В туров кассете будет 6 штук, а не 12, с промежутками пусков в 4-5 секунд и очень высокой скоростью полета 500-600 метров в секунду. Кассета без дозарядки, общая КД порядка 30-33 секунд. Подвижность на уровне лучших представителей ОБТ, но вот маневренность не дотянет до БМПТшной. Все-таки длинная семикатковая база хуже ворочается. Ну и главная интрига – это бронезащита. Если щеки башни и маска пушки будут хотя бы желтыми, машина отличнейший заиграет. В противном случае будет сложновато реализовывать как в туры, так и автопушки. Ну и на сладкое, обзор здесь будет совершенно стандартный для ОБТ, а маскировка типичная для Браши. То есть никакая. Резумируя, я вижу перед собой весьма интересный образчик боевой машины поддержки танков и интересного конкурента БМПТ-72, который на данный момент является куском обоссанного металлолома. Ну, малоиграбельной машины, прям скажу. На этом все. Пишите в комментах, как вам тачуля, жмякайте лайкоса подписывича и приходите еще. Будет интересно.